Валерий Константинович, давайте еще немножко, я резюме, чтобы мы убедились, что я все правильно понял. Я же человек начинающий во всем процессе, значит у меня достаточно много семян, я сейчас их распаковываю и смотрю, всем мне нужно больший объем песка на стратификацию положить те, которые не проснулись, те, которые проснулись как вот этот вот, посадить в торфяной горшочек, вот так вот, как вы меня сейчас научились. В надежде, что их совсем немного. В надежде, что их, да, совсем немного и я как раз с десяток всего горшочков-то и приобрел. Вот, а потом, когда придет пора высаживать, мы с вами должны учить дальше. То есть мы также, мы скроем те, которые проклюнулись и пересаживаем в торфяные, мы сравним с теми, которые не проклюнулись. То есть нет, да, мы ведь не проклюнулись, но к моменту, когда вы достанете из холодильника, чтобы высаживать, а часть, ну все, уже проклюнувшихся будет, это будет уже еще одна волна проклюнувшихся, вот, и их надо будет уже садить вот так, как я, видите, как мы не сразу в торфяной горшочек посадили. А я повторяю, что делают люди, часть садит, вот увидят хвостик, ага, думает росток, и втыкает вертикальный росток вверху, корень высыхает, садится, нет. Другой вертикально вниз садит, тут правильно, логично корень, да? Да, но росток-то под землей оказывается, а он-то не имеет права под землей, он сгниет там. То есть росток из того же места, откуда корень выходит, да? Да, сейчас я еще раз это место посмотрю, смотрите сюда, видите, видно, да, вот пошел, втыкается, куска лежала на боку, ее расперло влагой, она напилась влаги, разорвала, вот, это самое естественное, то есть ее, возможно, те, которые мне прислали фотографию, наверное, он ее все-таки засыпал, но идет время, и она начинает увеличиваться, увеличиваться, мокреть, мокреть, наконец-то разорвало так, я заметил, именно в этот момент, у меня еще много фотографий, я их просто не стал, ну, помните у нас вебинаре, да, а тут самое главное, вы должны знать, вот этот росточек, вот он сейчас раскроется, если он окажется под землей, слава науке, вот, он может быть некоторое время прожить, да, но его судьба обречена, особенно абрикосы, вот, вот это имейте ввиду, и еще могу на других снимках, вот следующая еще раз фотография, вот, вот тут все логично, и, наверное, вот этот человек, который, это, он все-таки закапывал, но они потом каким-то чудом раскрываются, скрываются, когда вылазят из земли сами, когда посадка символическая, вот, нет тут еще показать, нет тут еще показать, вот, много я не готовил, вот это интересная фотография, видите, здесь вроде бы все правильно, вроде бы все правильно, и закопка была символическая, и когда разорвало эти две половинки, они аж из земли вылезли, кроме одного, как теперь садить-то вот стеклянным, вот, минус-то, вот тут беда. Ага, Валерий Казачевич, с посадкой я, допустим, на данный момент все понятно, но мы детально еще с вами разберемся во время, в процессе посадки. Давайте теперь еще немножко по семенам, потому что у нас, у меня в наличии есть, может быть, есть какие-то особенности, которые вы мне сейчас еще... Валерий Казачевич, вы будете говорить, я вам комментировал, я не приготовил к ним фотографии, вот, сибирка, смотрите, вот эта сибирка, она у нас получается в логиках. Да, можно разорвать, потому что вам теперь придется делать такую работу, вот, я хитрый, я решил так, я бы мог деньги брать за каждую семечку, но я ленив, вот, и вернее, ленив, ну как бы, не то слово, рационален, а вы сами мучитесь, зато вместо одной семечка, там их несколько. Вот сейчас на моих глазах, вы берете прямо ногтями, разрываете, нащупываете семечко и очистите его, вот, прямо вот так вот, вот, нащупываете семечко, почувствуйте, что оно живо, да, оно влажное, что оно такое, ну как, емкое, ну, как бы это сказать, что это настоящие семечки, не халтура, я, правда, не вижу, но вы показываете не мне людям, вот, прекрасно, ну, и там их несколько, я от ленив до сих пор ни разу не посчитал, сколько семян, вот, да, нет. Я, знаете, не представляю, как я их потом в песке найду. А, это уже ваше главное больше, ну, не надо было заказывать, я же выслал все, что им имел. Не, а как вообще процесс сертификации таких мелких семян выбирать? А вот так же, как эти самые, как грушки, я вам показывал. Ну, и смотрите сюда, вам придется их сертифицировать также в песке, никуда от этого не деться, а потом из этого песка придется их доставать. Часть из них проклевется, они очень, на проклевку очень, очень податливы, чуть не ноль градусов, чуть теплее, они могут через три недели уже проснуться. Ну, я, смотрите, ну, получается из одного плодика крупного раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Почему я еще, я шутя говорю, что я ленив, почему я заранее не учил, если бы я в песке вам прислал их, вот, часть из них уже было бы проклевавшихся, вот, как они быстро сходят. А вот это плодики, они продолжают спать. Садить плодики, друзья мои, нельзя, а не всходят. А не мог все всходить, я когда был в гостях у Степанова, генеральный директор НПО, он меня приглашал, вот, и в частности познакомил меня с бригадиром китайцев, которые выращивали грушки. Я говорю, как вы себе нагрушки, это же целая, для меня целая катастрофа, это грушу выковыривать, это же пытка. А он говорит, нет, китаец, мы делаем пульпу, то есть размазывают в виде, и прям пульпой садят. Ну, я не проверял, зачем купил, зато продаю вот эти же самые косые, эти плодики тоже, они же мягкие, кто же может в виде пульпы? А я считаю, нет, давайте каждое семечко вот так, вот так как вы. И потом посадка, ничего, ничего, значит, смотрите, я даже не буду делать, слов достаточно, контейнер, такой же немножко пополам с песком, это обогащенную землю, так, просто без всякой хитрости, это если вы уже проклюнувшиеся, так, потому что на каком-то этапе, ну, допустим, через 2-3 недели пора садить, допустим, да. Вы схватили за голову, вот, ну, как бы сказать, как бы сказать, вы схватили за голову, а вы же не можете все сразу сделать, да, вот. Их можно посадить по горшочкам, если они для вас, эти сибирки, которых у меня, как это, хоть миллион, и рассаживать так же по торфяным горшочкам, а вот тот этап, что вы сейчас делаете, это такой же контейнер, это песок, посыпали слой песка, слой их, слой песка, слой их, потом, как это, найдете, никуда не денутся. А если они мелкие, чтобы сильно большую тару не задействовать, можно в такой? Можно, можно, вопрос, сколько это, вопрос в количестве вот этих семян, допустим, там полсотни этих, значит, семян там несколько сотен, да, вот, ну, конечно, им надо дать шанс каждому выжить, не то, что там буквально горшочек подуть, ну, по этому самому их можно размазать, так, слой песка, слой, слой песка, слой, а верхний слой контрольный, его надо не глубоко, и посмотрите, может быть, даже, я раз погреба достал, а у меня зеленая грядка, правда, светло-зеленая такая, противный цвет, только чуть попробуй, задержи. Ну, все, пока достаточно. Так, ну, ладно, с этими понятно, с плодиками. Если бы для хранения суховья, я бы сказал, пусть надо подсушить, а то они могут сгнить, а для, теперь уже для высадки в сырой песок уже ничего не надо, прямо так и садить. Так, ну, что, что еще? Да ладно, я это откладываю, процесс этот. Так, у нас проснулись гробки. Интересно, вот. Так, что у меня еще тут есть? Вот у меня есть вишня войлочная, сухая. Сухая? Там не может быть вся сухая, там нужно перемешать. Ну, какая-то есть, да, какая-то есть стратифицированная, а вот часть, вот. А сухая теперь так, скоро высадка, видите, там есть такие-такие. Вот, дело в том, что очень, самая капризная вещь для меня, непознанная, это войлочная вишня. Вот она стрельфицирована, вот и стрельфицирована. Стрельфицированная, тут вопрос короткий, значит, вы ее просто перепаковываете и все. Которая не стрельфицированная. На несколько часов замочите, а потом так же. Вот. То же самое, только на несколько часов замочите. Все понял. И готово. Так, это у нас все, вишня войлочная железа, это ваш сортообразит, да, который самый вкусный, да, вы отобрали? Нет, не обязательно. Самый вкусный, да. Нет, самый вкусный у меня название должно быть, знаете, это, я не знаю, хватило вам или нет. Вот, вишня войлочная с генами персика. Потом поищите. Так, вот у меня получилось какое-то количество вишней войлочи и два пакетика стрельфицированных. А можно я потом все это в одну, в одну емкость? Если вам не интересно, какие лучи сходят, то кладите в одну. Да нет, интересно. Просто я не знаю, как долго они на стратификации лежат, вот эти уже. Ну, поймите, наш фильм учебный, мы должны так. Сегодня запомнили дату? Запомнили. Да. 23 марта, 23 марта, когда дойдет до посадки, вот, но вообще это действительно, ну, такую неблагодарную задачу мы сегодня сделаем. Так что теперь надо будет целый год продолжать и продолжать. Угу. Мы всегда сравнивать с тем, что было. Постараемся. Продолжение следует... Продолжение следует...